В четверг днём в серьёзную автомобильную аварию попал пригородный автобус, в котором были пассажиры. В ДЭУ на солидной скорости врезался самосфалхова, который весит около 20 тонн. Автобус вышвырнуло за пределы дороги, а люди, ехавшие в задние части салона, едва не вылетели через лобовое стекло. Учитывая водителя и кондуктора, в 102-м ехали 10 человек, один из них — ребёнок. За пределы проезжей части автобус оказался выбит прямо с остановочного кармана. 47-летний водитель ДЭУ, едва закрывший дверь за вышедшим пассажиром, поводов насторожиться не видел. Перевозке пассажиров мужчина посвятил все 24 года своей водительской карьеры. Эта авария стала первой в его жизни. Я в зеркало-то видел, что он как бы идёт. Всё, и удар. Сокрушительный удар пришёлся в ту часть салона, где сидел молодой сельчанин. После полёта через весь салон с зажатым в руке поручнем, он был доставлен в больницу с не слишком тяжёлой для такого трюка травмой — сотрясением головного мозга. Он улетел в задней сидушке и улетел сюда. У него была разбита голова. Скорые вытащили аптечку и начали вызывать все службы. Ещё одна пострадавшая, активно оказывающая помощь юноше, в травмпункт поехала самостоятельно с приехавшим за ней супругом. Женщина жаловалась на головную боль. Шофёр самосвала, которого безусловно признают виновником аварии, заявил, что сместиться в остановочный карман он был вынужден из-за другого автомобиля. Встречный водитель якобы объезжал выбоины и вторгся на другую половину проезжей части. Это легковая машина, она меня повернула роль, и мне, соответственно, надо было вмешаться между двумя машинами. И просто маленько зацепил, не подрассчитал ширину. Ничего себе маленько. А что сделать? Ехала ли навстречу какая-то машина, водитель Дэу не помнил. А вот пассажир, удачно сошедший до аварии, наблюдал её с остановочной платформы и уверял, что никакого автомобиля и в помине не было. Вот на этом месте он остановился. Зашёл на плитку, видел я уже и в ту сторону, и сзади. Там никого не было. Дэу, загнанный в канаву по самые ступеньки, появился в парке предприятия «Даль авто» всего три года назад. Машина была практически новой. Год как с конвейера. Восстановят ли автобус – большой вопрос. У китайского Хова всего лишь оказался несущественно смят кузов. С места происшествия Мария Склярова и Виталий Векслер.